Уважаемые зрители, приветствую вас на своем канале и хочу вам рассказать о том, как я готовлюсь к Пасхе и готовлюсь ли я к ней вообще. Надеюсь не сильно вас задержать, видео будет недолгим. Например, в прошлом году я вышила, один день сшивается и сшила вот такую салфеточку декоративную. К Пасхе так получилось, что она у меня круглый год лежит, потому что мне очень нравится, радует своими оттенками лилового. И свою шкатулочку любимую я поставила на эту салфеточку, потому что форма цветочков, их цветовая гамма напоминает мне форму цветочков у цветочков зайчиков. На мой взгляд, уютненько так получается. В общем, так это круглый год у меня и стоит. В этом году я вышила вот такого зайчика из волшебной страны. Мне очень хотелось попробовать этого производителя, вот эти игрушки разную украшательность на деревянной основе именно. Вот и я вышла такого зайчика. Что я могу сказать? Оказалось, это зайчик имеет те же лиловые оттенки, что и прошлогодняя вышивка, и вот эти цветочки. Забавно, конечно, получилось, но он мне нравится. На самом деле, это, наверное, самый красивый заяц на такой палочке из всех предложенных этим производителем, но это для меня, по крайней мере. Но вам могу сказать, что за счет своего узора и вышивался-то он не так-то и просто. Как выяснилось, я продушевал сверху вниз, сначала одно ухо, потом другое ухо, потом голову зайчика. Вот, но результат мне понравился. Потом еще надо, конечно, так как это первая моя вышивка на такой основе, нужно было, конечно, приспособиться немножко, привыкнуть к прохождению иголки через вот эту основу. В общем, ко всему надо привыкать, как обычно. Вот. У меня еще также другой зайчик. Сейчас я вам покажу наборчик. Вот. Планирую вышить его, в принципе, в этом году, но не знаю, получится или нет, потому что этот, конечно, у меня вышивался именно так, чтобы такую подставочку ставить для ножниц, вот, чтобы украшать мой рукодельный уголок. А в зимний период планирую этого зайчика менять на елочку. Он такой же ножки, чтобы менять тематику немножко. Ну и вот, что еще у меня есть. Это вот такой зайчик, подаренный мне моей подругой. Вот с такой ромашечкой. Он будет гораздо более яркий, естественно, как обычно, чем на превью. Вот. И есть вот такая курочка с цветочком. Еще мне нравится яичка из этой серии, но что-то там то ли его не было на форуме, то там, где я покупала их, то ли я про него забыла, то ли я решила от того, что это достаточно много купила этих игрушек, потому что у меня очень много игрушек на новогодней тематике. Там елочные, просто украшения. Я решила остановиться все-таки. Вот. И думаю, вышлю вот так, а в следующем году вышлю яичко куплю тогда. Думаю, вдруг мне не понравится, потому что на тот момент я еще вообще ничего не вышла, в вашей стороне, а только приобретала. Вот как раз на последней форме рукоделия. Вот. И когда, если я их вышью, конечно, очень бы хотелось. И когда я их вышью, я обязательно покажу вам готовый результат. Ну а так, в моей подготовке к Пасхе заключается еще и в том, что пеку, как все, кулич. Ну и в хлебопечке пеку. Очень вкусно получается. Вот как во времена СССР. Очень вкусный, свежий кулич с изюмом. Все, как я люблю. Там либо марципаном украшено, либо пудрой сахарной. И крашу яички. Вот единственное, мне, кстати, понравились поставочки под яички. Все-таки волшебной стороны. Возможно, к следующей Пасхе приобрету такую подставочку и тоже сделаю вышивку. Посмотрим. Насколько это необходимо. Ну так-то, конечно, прикольно, на самом деле. Вот, спасибо, что были со мной на моем канале. Надеюсь, вам понравились мои готовые работы, мои планы. И, надеюсь, в ближайшем возрастом будущем показать вам вот эти две игрушечки. Ну, украшения, игрушечки, как угодно. Не забывайте оценивать мое видео, писать комментарии, вопросы. На вопросы буду отвечать либо по мере получения в комментариях, либо, если будет очень много, наверное, использую практику других блогеров. Буду просто снимать отдельное видео и отвечать на эти вопросы. Всего вам доброго и ровных вам крестиков и побольше времени на ваше увлечение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok